Всем привет, это Бостон. Захожу я, как обычно, на тестовый сервер, проверить, что там да как. А там играет топ-1 Валентина тестового сервера. И этот герой, кстати, уже совсем скоро выходит на основу. Уже 23 ноября. Поэтому я решил снять, как играет топ-1 Валентина, а заодно мы вспомним, как работают её скиллы, какие предметы ей собирать, какие эмблемы брать и так далее. Поехали! Этот игрок успел наиграть на Валентине более 200 игр. Идёт он либо на линии экспы, либо на центральную линию. Для Валентины достаточно важно быть не ниже уровня, чем враги, потому что она очень хорошо отхиливается от своих скиллов, при условии, что её уровень не ниже вражеского. Отхил будет аж 60% от нанесённого урона вражеским героям. Вот такая пассивка. Также Валентина будет в большинстве случаев раньше получать левелап, чем враги, потому что нанесённый урон вражеским героям добавляет ей 30 опыта. То есть даже пассивка подталкивает играть на Валентине очень агрессивно. Если с самого начала игры мы будем стараться нанести врагам как можно больше урона, мы будем быстрее повышать свой уровень. Основная дамажащая способность – это первый скилл. Он наносит урон в небольшом конусе около героя. Соответственно, урон можно нанести сразу нескольким противникам. Этот скилл получает аж 170% от магической силы героя. Соответственно, во многом урон героя будет зависеть от собранных предметов на магическую силу. Кроме этого, первый скилл замедляет врагов на 40% на 1 секунду. И если повторно им попасть по врагу, то он будет законтролен на 0,7 секунды. Контроль такой же, как у Виксаны. Вражеский герой не может ничего делать и просто ходит из стороны в сторону. Но нужно успеть ещё раз применить первый скилл, пока на вражеском герое не исчезла вот эта метка. Пока метка висит, при использовании первого скилла ещё раз вражеский герой будет законтролен. А попасть второй раз подряд по вражескому герою не так уж и сложно. Если мы попадаем зарядами со второго скилла по врагу, то снижается кулдаун первого скилла. Работает примерно так же, как пассивка циклопа. А вообще, с помощью второго скилла мы делаем рывок и наносим урон врагу. На этом скилле два заряда. Соответственно, использовать его можно два раза и сделать два рывка. По итогу, основная наша комбинация выглядит вот так. Используем первый скилл, затем второй, чтобы восстановить заряды на первом. Снова первый, второй и опять первый. Получается, что Валентина это маг-прокастер, который наносит очень много единовременного урона. Но после этого нужно будет ждать около шести секунд перед тем, как повторно использовать комбинацию. Ну и конечно, самое крутое у Валентины это ее ультимейт. Мы можем своровать ульту у любого вражеского героя, а затем применить ее как собственную. Хотя ульту получится своровать не совсем у любого вражеского героя. У вражеской Валентины ульту своровать не выйдет. С ворованным ультимейтом мы можем ходить сколько угодно, пока не используем его или не отменим. Но нужно быть готовым к тому, что некоторые ультимейты окажутся почти полностью бесполезными. Например, ультимейт Валира делает ничего, кроме очищения. С другой стороны, некоторые другие ультимейты способны очень сильно удивить. Уровень ультимейта будет определяться уровнем ульты Валентины, а не врага. То есть фактически, если наш ульта третьего уровня, то и показатели сворованной ульты также будут третьего уровня. Кроме этого, мы украдем тип атаки врага и его скинец. Нарезка лучших ультимейтов, которые мне удалось заснять, будет чуть позже. А сейчас давай разберемся со сборочкой, эмблемами и боевым заклинанием. Сборку почти полностью возьмем у этой Валентины с небольшими корректировками. Обязательный предмет на начальную игру – зачарованный талисман. Без него у Валентины появляются серьезные проблемы с маной, да и перезарядка навыков нам сильно пригодится для более частого использования комбы и ультимейта. По ботинкам, на мой взгляд, есть два варианта. Либо на снижение перезарядки, либо на магическое пробитие. Какой вариант будет эффективней, пока сложно сказать, но, наверное, смотря кому что больше нравится. Более высокая подвижность и более частое применение комбы, либо более высокий урон с прокаста. Далее топ собирает священный кристалл, но, на мой взгляд, логичней было бы взять сначала палочку гения. Особенно, если мы взяли ботинки на магическое проникновение, а уже после палочки гения купить священный кристалл. Таким образом, мы получим чуть больше урона и чуть более высокую скорость передвижения. Следующим предметом собираем либо божественный меч, если враги начали собирать предметы на магическую защиту, либо кровавые крылья, если магической защиты у врагов нет. И финальным предметом опять же берем либо кровавые крылья, либо божественный меч. Сборочка получается практически полностью на максимальный урон, потому что от хил мы будем получать спасивки. Эмблемы берем на мага со вторым перком, опять же для увеличенного урона с прокаста. А боевым заклинанием можно взять либо вспышку, либо кару. Кара нам может пригодиться для того, чтобы быстрее начать выносить вражеских героев с одной комбы. Валентина, на мой взгляд, получилась очень интересным героем. И я бы не сказал, что она 100% маг. Скорее полумаг-полуассасин, так как у нее есть и мобильность, и высокий урон с прокаста. А теперь, как и обещал, нарезка лучших ультимейтов Валентины из тех, что я записал, пока смотрел этого топа. Приятного просмотра, удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok